Кинотеатр «Премьера» работает в необычном режиме, не таком, как все кинотеатры, и показывает не такой контент, показывал и ранее, не такой контент, как все кинотеатры города Барнаула и других, наверное, городов. Это не блокбастеры, это неизвестные популярные фильмы, которые первая икра. У нас другой, у нас кино иное, у нас очень много фестивальных фильмов. В фестивальные фильмы мы заходим в Шукшинский, вы знаете, Дни на Алтай, фестиваль у нас огромный. Это и «Ночь кино», это «Уличное кинофестиваль», это «Фестиваль в ГИК». То есть мы очень много показываем в течение года фестивальных кино, национальное кино, где подняты духовно-нравственные какие-то проблемы, национальные проблемы и так далее. И в связи с этим у нас сложился свой зритель, который интересуется этим контентом именно. А Вы не переживаете, что гостяк Вашей афиши сейчас принимают другие кинотеатры? Вот за счёт этого мы переживаем, да. Переживаем, что к этому кино, которое мы только показывали, и являлись иногда одним кинотеатром, где можно было увидеть только у нас ту или другую картину, сейчас, к сожалению, во всех кинотеатрах, которые остались без голливудского кино или без первой картины, они тоже переходят на такой же контент, и уже теперь у нас есть пересечение. Мы, конечно, переживаем. Портрет зрителя нашего, в принципе, отличается. Вот зарубежного или отечественного не могу сказать, а вот портрет нашего зрителя, у нас приходят журналисты, приходят какие-то ещё кинолюбители, люди, разбирающиеся в кино, люди, понимающие кино. Мы начинали, когда работать, к нам больше пожилое население всё-таки шло, потому что самый дешёвый билетин, у нас очень много было бабушек, очень много было женщин возрастных, а сейчас у нас контингент достаточно молодой, от 20 до 30 лет очень много таких. Ну да, мод и на авторское кино. Но мы создавали кинотеатр именно для тех людей, которые не едят во время кино, не пьют пиво во время кино, а смотрят и наслаждаются видеоконтентом. Ну, всё зависит от картины, всё зависит от картины. Бывает и на отечественное кино придёт много зрителей, бывает и на зарубежное не придут зрители, например. А что с алтайским кино? Ведь у нас его тоже снимают. Региональное кино хотелось бы очень развивать нашего региона. У нас в рамках наших фестивалей проходят встречи с нашими авторами, и я думаю, что мы с ними тоже сможем поработать. Ну, с Кузнецовым мы работаем, и фильмы его несколько раз показывали. Ещё у нас есть такое интересное мероприятие, как киноклуб. У нас раз в месяц проходит киноклуб для кинолюбителей именно регионального фильма. Там мы показываем, мы встречаемся с нашими режиссёрами, с нашими постановщиками, с нашими кинооператорами. Учим людей, как правильно снимать, как правильно смотреть кино, как правильно всё остальное делать, что связано с кино. Я привыкла ходить и всех своих друзей приводить в наш кинотеатр, смотреть наш контент. А у нас зарубежных фильмов много. А да, они, я ещё раз говорю, не Голливуд, не блокбастеры, но у нас очень интересные фильмы. Победители Каннского фестиваля, например, или ещё какие-то. Фильмы, которые ретроспективы сейчас очень хорошо идут. «Крёстный отец» мы показали с большим количеством зрителей. Фотоувеличения показали с большим количеством зрителей. То есть вот такие фильмы, которые были сняты ещё там ранее, да, намного раньше, да, годы там Советского Союза, скажем, ещё когда был Советский Союз снятый. В то время мы сейчас их берём, и зритель с удовольствием идёт на них. Часть из них, очень большая часть, и зарубежного в том числе. Ну, также сейчас, думаем, ещё с индийским кино зайдём, кроме русского кино, конечно же, русский контент у нас тоже присутствует, российский контент. Ну и российский контент у нас тоже своеобразный. То есть у нас не найти таких фильмов развлекательных, а более всё-таки мы сосредоточены более на зрителе, понимающем кино, понимающем проблемы в кино, понимающем духовную, нравственную составляющую киноиндустрии. Да, посмотрят люди, может быть, хорошее кино, которое было годами создано, правильное кино, с правильными задачами, целями. И, возможно, и нравственность нашего подраставшего поколения как-то отразится в положительную сторону.